азбука сегодня мы с тобой будем учить буквы по картинкам первая буква алфавита а какие слова начинаются на букву а ангел арбуз ананас апельсин аист абрикосы буква б на букву б начинаются слова бабочка бублик баба балерина блины бегемот букашка бананы на букву в начинаются слова виноград воздушный змей вороненок вишни ватрушки васильки ваза волк что у волка на голове венок я ничего не забыла подскажи буква г на букву г начинаются слова гуси гвоздика гном газон или газонокосилка гусеница груша голуби я забыла что-нибудь правильно грабли на букву д начинаются слова динозавр дыня очень вкусная дети дождик собачка нет собачка начинаются и на букву д а как называется порода этой собачки далмантинец правильно дятел дерево дом на букву е начинаются слова ежевика енот буква е елка елочные игрушки ежик буква ж жираф цветы желтые журавль желуди жучок жабы на букву з начинаются слова замок золушка ты уже знаешь сказку про золушку зайчик зебра зубы земляника зонтик звезды буква и инопланетянин индеец птичка как называется и волга это дерево это дерево как называется правильно ива а внизу что за птица индюшка и краткая читается как я на и краткое начинаются слова йод йога йогурт йоркширский терьер ой как же много слов начинается на букву к колодец игра такая есть ты ее знаешь классики кот карлсона ты тоже знаешь карандаши крот кисточка кубики кузнечик еще что на букву л тоже начинается немало слов кто там наверху летает летучие мыши и ласточка лев держит в пасти лупу леопард идет поливать свой огород в руках у него лопата и лейка лягушка преподносит ландыши лисички а на дереве растут лимоны буква м сказку про мой додыра ты знаешь мишка ест мед рядом с ним цветок растет называется мак в корзиночке малина в бутылке молоко моряк наверху месяц а на месяце хвостиком зацепилась мышка у мышки что на персток ножницы не валяшка ноутбук незнайка носорог я что-то забыла тогда подскажи На букву О начинаются слова облака, обезьянка, одуванчики, овечка, огурец. Скажи, что я ещё забыла? А это у нас буква П. Пчёлки, петух, пылесос, повар, полотенце, печка, внизу у неё поленья, пирамидка, павлин, а совсем наверху в углу паук. Буква Р. Русалка, ромашки, рыцарь, рысь, рак и ракеты. Буква С. Очень богатая буква. Что я ещё забыла? Ну-ка скажи. Буква Т. Телефон, телевизор, тюльпаны, тыква, тигр, торт, туча. Буква У. Украинец, украинка, утёнок, улитка, птичка это как называется с гребешком? Удот. Буква Ф. Филин, фиалки, фотоаппарат, футбол, фламинго, флаг. Надеюсь, я ничего не забыла? Буква Х. Хамелеон, хурма, хомяк, художник. Буква С. Цирк, цыплёнок, цапля, царь. Буква Ч. На букву Ч начинаются слова Чайка, чемодан, чебурашка, чай, чайник, черешня, червяк, черепаха, черника. Чайка, чиполина, ты его знаешь, часы. Буква Ш. Шишки, старуха шапокляк, шахматы, шоколад, воздушные шарики. Буква Ща. Щит, щенки, щётка, щука в аквариуме. Есть в русском алфавите три буквы. Твёрдый знак И и мягкий знак. Эти буквы никогда не стоят в начале слова. Они пишутся только в середине слов. Буква Э. Чаще всего эта буква пишется в начале тех слов, которые пришли в русский язык из иностранных языков. Например, электричка, эверест, эскимос. А в руке у него что? Эскимо. Экскаватор. Буква Ю. Девочку как зовут? Юля. А мальчика Юра. У них что на полу? Юла. А на вешалке висит юбка. На эту букву начинается не так уж много слов. Буква Я. На яблоне растут яблоки, синенькая ящерица, яйцо, як. И ты знаешь ещё одно слово, которое состоит только из одной этой буквы. Я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали. Сегодня мы с тобой будем читать Басни дедушки Крылова Стрекоза Стрекоза и Муравей Попрыгунья стрекоза Лето красное пропела, Оглянуться не успела, Как зима катит глаза. Помертвела чисто поле, Нет уж дней тех светлых боли, Как под каждым ей листком Был готовый стол и дом. Все прошло. Зимой холодной Нужда, голод настаёт. Стрекоза уж не поёт, И кому же в ум придёт На желудок петь голодный? Злой тоскою дручина К муравью ползёт она. Не оставь меня, кум милый, Дай ты мне собраться с силой, И довешник только дней Прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты лето, Говорит ей муравей. Ах, да того, ольга, Лупчик, было В мягких муравах у нас Песни, резвость, всякий час, Так что голову вскружила. А, так ты, Я без души Лето целое всё пела. Ты всё пела? Это дело. Так пойди же попляши. Ворона и лисица Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, Вредна, Но только всё не впрок, И в сердце льстец Всегда отыщет уголок. Воронин, где-то Бог, Лисицу сыр пленил, Лисицу сыр пленил. Лутовка к дереву На цыпочках подходит, Вертит хвостом, С вороны глаз не сводит И говорит так сладко, Чуть дыша. Голубушка, Как хороша! Ну что за шейка, Что за глазки? Рассказывать так Про сказки? Какие пёрышки, Какой носок! И верно, Ангельский должно быть голосок. Спой, Светик, Не стыдись, Что ежели сестрица При красоте такой И петь ты, мастерица. Ведь ты у нас была В жар птица. Вещунья нас похвал, Вскружилась голова. От радости В забудыханье спёрла И на приветливой Лисицыны слова Ворона каркнула Во всё воронье горло. Сыр выпал. И с ним была Плутовка такова. Слон и моська. По улицам слона водили, Как видно на показ. Известно, что слоны В диковинку у нас. Так за слоном Толпы зевак ходили. Откуда ни возьмись, Навстречу моська им. Увидевшись слона, Ну, на него метаться. И лаять, и визжать, и рваться. Ну, так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань Срамиться, ей шавка говорит. Тебель с слоном возиться. Смотри, уж ты хрипишь, А он себе идёт вперёд И лаю твоего Совсем не примечает. Эх, эх, Ей моська отвечает. Вот тот-то мне и духу придаёт, Что я совсем без драки Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки. Ай, моська, Знать она сильна, Коль лает на слона. Мартышка и очки Мартышка к старости Слаба глазами стала, А от людей она слыхала, Что это зло ещё не так большой руки, Лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины Себе она достала, Вертит очками так и сяк, То к теме их приложит, То их на хвост нанижит, То их понюхает, То их полижет. Очки не действуют никак. Тьфу, пропасть, Говорит она, И тот дурак, Кто слушает людских всех враг, Всё про очки Лишь мне налгали, А проку Наволос нет в них. Мартышка тут С досады и с печали, А камень так хватило их, Что только брызги засверкали. Волк и ягнёнок У сильного Всегда бессильный виноват, Тому в истории мы Тьму примеров слышим, Но мы истории не пишем, А вот о том, Как в баснях говорят. Ягнёнок В жаркий день Зашёл к ручью напиться, И надо в наш беде Случиться, Что около тех мест Голодный рыскал волк. Ягнёнка Видит он, На добычу стремится, Но Делу дать Хотя б законный вид И толк Кричит. Как смеешь ты, наглец, Нечистым рылом, Здесь чистое Мутить питьё моё С песком и илом. Задерзость такову Я голову с тебя сорву. Когда светлейший волк Позволит, Осмеюсь я донесть, Что ниже по ручью От светлости его Шагов я на стопью, И гневаться напрасно Он изволит. Питья мутить ему Никак я не могу. Поэтому я лгу Негодный. Слыхана ли такая Дерзость в свете? Да помнится, Что ты ещё В запрошлом лете Мне здесь же Как-то нагрубил. Я этого, Приятеля, не забыл. Помилуй, Мне ещё И от роду Нет году, Ягнёнок говорит. Так это был твой брат. Нет братьев у меня. Так это кум Или сват И словом Кто-нибудь Из вашего же роду. Вы сами, Ваши псы И ваши пастухи, Вы все Мне зла хотите. И если можете, То мне всегда Вредите. Но я с тобой За их разведаюсь Грехи. Ах, я Чем виноват? Молчи, Устал я слушать. Досуг мне Разбирать Вины твои, Щенок. Ты виноват Уж тем, Что хочется Мне кушать. Сказал И в тёмный лес И огнём Квартет Проказница-мартышка, Осёл, Козёл Да косолапый Мишка Затеяли Сыграть Квартет. Достали Нот, Боса, Альта, Две скрипки И сели На лужок Подлипки Пленять Своим Искусством Свет. Ударили В смычки Дерут, А толку Нет. Стой, Братцы, Стой, Кричит Мартышка, Погодите, Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька, Садись Против Альта. Я, Прима, Сяду Против Торы. Тогда Пойдёт Уж музыка Не та, У нас Запляшут Лес И горы. Расселись, Начали Квартет. Он Всё-таки На лап Не идёт. Постойте Ж, Я сыскал Секрет, Кричит Осёл. Мы верно Чтоб Их Решить Сомненья. Пожалуй, Говорят, Возьми На час Терпенье, Чтобы Квартет В порядок Наш Привесть, И ноты Есть у нас, И инструменты Есть, Скажи Лишь, Как нам Сесть. Чтоб Музыкантом Быть, Так Надобно Уменье, И уши Ваших Понежней, Им Отвечает Соловей. А Вы, Друзья, Как Не садитесь, Всё Музыканты Не годитесь. Лебедь, Рак И Щука Когда В товарищах Согласия Нет, На лад Их Дело Не пойдёт, И выйдет Из него Не дело, Только Мука. Однажды Лебедь, Рак Да щука Вести С поклажей Воз Взялись, И вместе Трое Все В него Впряглись, Из кожи Лезут Вон, А Возу Все Не от Ходу. Поклажа Быть Для них Казалось И Легка, Да Лебедь Рвётся В Облака, Рак Пятится Назад, А Щука Тянет В Воду. Кто Виноват Из них, Кто Прав, Судить Не нам, Да Только Воз И Ныне Там. Зеркало И Обезьяна Мартышка В зеркале Увидя Образ Свой Тихохонько Медведя Толк Ногой Смотри Как Говорит Кум Милый Мой Что Это Там Зарожа Какие У неё Ужимки И прыжки Я Удавилась Бы С тоски Когда Бы На неё Хоть Чуточку Была Похожа А Ведь Признайся Есть Из Кумушек Моих Таких Кривляк Пять Шесть Я Даже Их Могу По Пальцам Перечесть Чем Кумушек Считать Трудиться Не лучше Ль на себя Кума Обратиться Ей Мишка Отвечал Но Мишенькин Совет Лишь Попусту Пропал Кукушка И Петух Как Милый Петушок Поёшь Ты Громко Важно А Ты Кукушечка Мой Свет Как Тянешь Плавно И Протяжно Во Всем Лесу У нас Такой Певицы Нет Тебя Мой Куманёк Век Слушать Я Готова А Ты Красавица Божусь Лишь Только Замолчи Что Жду Я Не Дождусь Чтоб Начала Ты Снова От Коль Такой Берётся Голосок И Чист И Нежен И Высок Да Вы уж Родом Так Собою Не Велички А Песни Что Твой Соловей Спасибо Кум Зато По Совести Моей Поёшь Ты Лучше Райской Птички На Всех Ссылаюсь В этом Я Тут Воробей Случась Примолвил Им Друзья Хоть Вы Охрипнете Хваля Друг Дружку Всё Ваша Музыка Плоха За Что Жи Не Боясь Греха Кукушка Хвалит Петуха За То Что Хвалит Он Кукушку Осёл И Соловей Осёл Увидел Соловья И Говорит Ему Послушай-ка Дружище Ты Сказывают Петь Великий Мастерище Хотел бы Очень Я Сам Посудить Твоё Услышав Пенье Велико Ль Подлинно Твоё Уменье Тут Соловей Являть Своё Искусство Стал Защёлкал Засвистал На тысячу Ладов Тянул Переливался То нежно Он ослабевал И томной Вдалеке Свирелью Отдавался То Мелкой Дробью Вдруг Пороща Рассыпался Внимало Всё Тогда Любимцу И певцу Авроры Затихли Ветерки Замолкли Птичек Хоры И прилегли Стада Чуть-чуть Дыша Пастух Им Любовался И только Иногда Внимая Соловьё Пастушке Улыбался Скончал Певец Осёл Уставясь В землю Лбом Изрядно Говорит Сказать Не ложно Тебя Без скуки Слушать Можно А жаль Что Не знаком Ты С нашим Петухом Ещё Б ты Боленно Вострился Когда Бо У него Немного Поучился Услышав Суд Такой Мой Бедный Соловей Спорхнул И Полетел За Три Девять Полей Избави Бог И нас От Этаких Судей Свинья Под дубом Свинья Под дубом Вековым Наелась Желудей До Сыта До Отвала Наевшись Выспалась Под ним Потом Глаза Продравши Встала И Рылом Подрывать У дуба Корни Стала Ведь Это Дерево Вредит Ей С дубу Ворон Говорит Коль Корни Обнажишь Оно Засохнуть Может Пусть Сохнет Говорит Свинья Ничуть Меня То Не Тревожит В Нем Проку Мало Вижу Я Хоть Век Его Не Будь Ничуть Не Пожалею Лишь Были Желуди Ведь Я От Них Жирею Неблагодарная Промолвил Дуб Ей Тут Когда Бы Вверх Могла Поднять Ты Рыла Тебе Бы Видно Было Что Желуди На Мне Растут Растут Скажи Ты читать Умеешь? Умеешь Тогда Покажи Как Хорошо Ты Это Делаешь Будем Читать Сказку Вместе Ты И Я Поехали Борис Заходер Мохнатая Азбука В Азбуке Этой Увидите Сами Буквы Живые С Хвостами С Усами Бегать Умеют Они И летать Ползать И плавать Кусать И хватать Буквы Мохнатые Буквы Пернатые Стройные Буквы И даже Горбатые Буквы Наземные Буквы Подводные Кто же Они Догадались Животные Азбука Пусть Начинается С Аиста Он Как и Азбука С А Начинается Нет Никакого Резона У себя Держать Бизона Так как Это Жвачная Грубая И Мрачная Верблюд Решил Что он Жираф И Ходит Голову Задрав У всех Он Вызывает Смех А он Верблюд Плюет На всех Как это Принято У змей Кусают За ногу Гадюки А потому При встрече С ней Берите Дети Ноги В руки Старый Ёж В лесах Кавказа Как-то Встретил Дикобраза Ну и Ну Воскликнул Ёж На кого Ты Похож Эта Зверюшка Вполне Безобидная Правда Наружность У ней Незавидная Люди Бедняжку Назвали Ехидна Люди Одумайтесь Как вам Не стыдно Что ж Ты Ёж Такой Колючий Это Я На всякий Случай Знаешь Кто Мои Соседи Лисы Волки И Медведи Мне Очень Нравится Жираф Высокий Рост И Кроткий Нрав Жирафа Он Ведь Выше Всех Боятся Даже Львы Но Не Вскружил Такой Успех Жирафу Головы Легко Ломает Спину Льву Удар Его Копыта А Ест Он Листья И Траву И Не Всегда Досыто Зебу Не Знает Ни Снега Ни В Юге Он И Родился И Вырос На Юге К Пальмам И К Южному Небу Привык Зебу Горбатый Тропический Бык Индюку И Лучший Друг Честно Скажет Ты Индюк Всю Жизнь В воде Проводит Кит Хотя Он И Не Рыба Он В море Ест И В море Спит За Что Ему Спасибо Тесно Было Бы На Суше От Такой Огромной Туши Это Лев Совершенно Сыт Оттого Он Спокойно Спит Но Не Пробуй К Нему Прикоснуться Потому Что Он Может Проснуться Львов Не Следует Трогать Руками Объясни Это Папе И Маме Морж Спросил У Кенгуру Как Выносишь Ты Жару Я От Холода Дрожу Кенгуру Сказал Моржу Кто Носорогу Дорогу Уступит Тот Несомненно Разумно Поступит Люба Толкаться Ему Толстокожему А Каково Бедняге Прохожему Наши Предки Ваши Предки На одной Качались Ветки А теперь Нас Держат В клетке Хорошо Ли Это Детки Если Сможешь Угадай Что Нам Скажет Попугай То И Скажет Полагаю Что Вдолбили Попугаю Этот Зайчик Наш Земляк Называется Русак Больше Всех На суше Он Очень Очень Добрый Слон Видно Даже У зверей Тот И больше Кто Добрей Решетка На нем Нарисована Четко И Очень К лицу Людоеду Решетка Я По Совести Скажу Плохо Плохо Мне Ужу Очень Гадок Я На вид А Ведь Я Не Ядовит Только Ночью Страшен Филин А При Свете Он Бессилен Львы И Тигры Приручаются Это Редко Но Случается Но Никто Еще Пока Приручить Не Смог Хорька Слава Богу Что Хорек Очень Маленький Зверек Зачем Такое Носище Цапли Затем Чтоб Цапли Рыбок Цапали Черепаха Всех Смешит Потому Что Не Спешит Но Куда Спешит Тому Кто Всегда В Своем Дому Лисье Повадки Волчий Оскал Вот Что Такое Ребята Шакал Хватать Часно Признаю Зверя Нет На Букву Ю А В конце Представим Яка Он По Виду Забияка Но На Самом Деле Як Исключительный Добряк Говорят На нем В Тибете Смело Ездят Даже Дети Смело 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 Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали. Братья Гримм. Бременские музыканты. Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осёл. Хороший осёл, умный, сильный. Долго работал осёл на мельнице. Таскал на спине кулис мукой. И вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осёл. Не годится больше для работы. И выгнал его из дому. Испугался осёл. Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб. А потом подумал. Пойду-ка я в немецкий город Бремен. И стану там уличным музыкантом. Так и сделал. Пошёл в немецкий город Бремен. Идёт осёл по дороге. И кричит по-ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничья собака. Язык высунуло и тяжело дышит. Отчего ты так запыхалась, собака? Спрашивает осёл. Что с тобой? Устала, говорит собака. Бежала долго, вот и запыхалась. Что ж ты так бежала, собака? Спрашивает осёл. Ах, осёл, говорит собака, пожалей меня. Жила я у охотника, долго жила. По полям и болотам за дичью бегала. А теперь стала стара. И задумал мой охотник убить меня. Вот я и убежала от него. А что дальше делать, не знаю. Пойдём со мной в город Бремен, отвечает ей осёл. Сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший. Ты будешь петь и в барабан бить. А я буду петь и на гитаре играть. Что ж, говорит собака, пойдём. Пошли они вместе. Осёл идёт, кричит по-ослиному. Собака идёт, лает по-собачьи. Шли они, шли. И вдруг видят, сидит на дороге кот. Печальный сидит, невесёлый. Что ты такой печальный, спрашивает его осёл. Что ты такой невесёлый, спрашивает собака. Ах, говорит кот, пожалейте вы меня, осёл и собака. Жил я у своей хозяйки. Долго жил. Ловил крыс и мышей. А теперь стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить. И задумала меня утопить в речке. Я и убежала из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю. Осёл ему отвечает. Пойдём с нами, кот, в город Бреймен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на скрипке играть. Собака петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть. Что ж, говорит кот, пойдём. Пошли они вместе. Осёл идёт, кричит по-ослиному. Собака идёт, лает по-собачье. Кот идёт, мяукает по-кошачье. Шли они, шли. Проходят мимо одного двора и видят. Сидит на воротах петух. Сидит и кричит во всё горло. Ку-ка-ре-ку! Что ты, петушок, кричишь? Спрашивает его осёл. Что с тобой случилось? Спрашивает его собака. Может, тебя кто обидел? Спрашивает кот. Ах, говорит петух, пожалейте вы меня. Осёл, собака и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот и собираются хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать? Отвечает ему осёл. Пойдём, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на балалайке играть. Кот будет петь и на скрипке играть. Собака будет петь и в барабан бить. А я буду петь и на гитаре играть. Что ж, говорит петух, пойдём. Пошли они вместе. Осёл идёт, кричит по-ослиному. Собака идёт, лает по-собачьи. Кот идёт, мяукает по-кошачьи. Петух идёт, кукарекает. Шли они, шли. И вот настала ночь. Осёл и собака легли под большим дубом. Кот сел на ветку. А петух взлетел на самую верхушку дерева. И стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел. Светится невдалеке огонёк. Огонёк светится, закричал петух. Осёл говорит, надо узнать, что это за огонёк. Может быть, поблизости дом стоит. Собака говорит, может, в том доме мясо есть. Я бы поела. Кот говорит, может, в том доме молоко есть. Я бы попил, петух говорит. Может, в том доме пшено есть. Я бы поклевал. Встали они и пошли на огонёк. Вышли на поляну. А на поляне дом стоит. И окошко в нём светится. Осёл подошёл к дому и заглянул в окошко. Что ты там видишь, осёл? Спрашивает его петух. Вижу я, отвечает осёл. Сидят за столом разбойники. Едят и пьют. Ох, как хочется есть, сказала собака. Ох, как хочется пить, сказал кот. Как бы нам разбойников из дома выгнать, сказал петух. Думали они, думали и придумали. Осёл тихонько поставил передние ноги на подоконник. Собака взобралась на спину ослу. Кот вскочил на спину собаке. А петух взлетел на голову коту. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. А осёл, собака, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели, ели, пили, пили, наелись, напились и спать легли. Осёл растянулся во дворе на сене. Собака улеглась перед дверью. Кот свернулся клубком на тёплой печи. А петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули. А разбойники сидят в лесу и смотрят из лесной чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас, темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так перепугались. Подошёл разбойник к дому. Отворил дверь, зашёл на кухню. Глядь, а на печи два огонька горят. Наверное, это угли, подумал разбойник. Вот я сейчас лучину разожгу. Ткнул он в огонёк лучиной. А это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, зафыркал. Да как цапнет разбойника лапой. Да как зашипит. Разбойник в дверь. А тут его собака за ногу схватила. Разбойник во двор. А тут его осёл копытом легнул. Разбойник в ворота. А с ворот петух, как закричит, ку-ка-ре-ку. Кинулся разбойник со всех ног в лес. Прибежал к своим товарищам и говорит. Беда! В нашем доме страшные великаны поселились. Один мне своими длинными пальцами в лицо вцепился. Другой мне ножом ногу порезал. Третий меня по спине дубинкой стукнул. А четвёртый, как закричал мне вслед. Держи вора! Ох, сказали разбойники. Надо нам отсюда поскорее уходить. И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осёл, собака, кот и петух, остались жить у них в доме да поживать. Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Волшебник Дед Мороз Волшебник Дед Мороз Новогодняя сказка Миша вылез из берлоги, на пенёк сел у дороги. Два часа ждёт Новый год, а он что-то не идёт. Мимо пробежал зайчишка, у него в портфеле книжка. И наверняка он знает, где же Новый год гуляет. Тут лисичка подоспела и спросила, в чём здесь дело? Зайчик, Мишенька проказник, не идёте вы на праздник? Дед Мороз зверей зовёт, вместе встретим Новый год. Поспешим же на поляну, побежали, ждать не стану. На поляне звери пляшут, дружно хвостиками машут. Миша злится, не поймёт. Ну и где же Новый год? Дед Мороз сказал, не шутка, это правда, а не шутка. Ты поздравь своих друзей, стали все на год взрослей. Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе, ты и я. Поехали! Девочка и лиса. Русская народная сказка. Жил, добыл старик со старухой. У них была внучка, снегурушка. Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходят они по лесу, собирают ягоды. Деревцо за деревцом, кустик за кустик. И отстала снегурушка от подруг. Они аукали её, аукали, но снегурушка не слышала. Уже стало темно, подружки пошли домой. Снегурушка как увидела, что осталась одна, влезла на дерево и стала горько плакать и припевать. Ау, ау, снегурушка, ау, ау, голубушка, у дедушки, у бабушки была внучка-снегурушка. Её подружки в лес заманили, заманивши покинули. Идёт медведь и спрашивает. О чём ты, снегурушка, плачешь? Как мне, батюшка-медведушка, не плакать? Я одна, у дедушки, у бабушки, внучка-снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманивши покинули. Сойди, я тебя отнесу домой. Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь. Медведь ушёл от неё. Она опять заплакала, заприпевала. Ау, ау, снегурушка, ау, ау, голубушка. Идёт волк. О чём ты, снегурушка, плачешь? Как мне, серый волк, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши покинули. Сойди, я тебя отнесу домой. Нет, ты меня съешь. Волк ушёл. А снегурушка опять заплакала, заприпевала. Ау, ау, снегурушка, ау, ау, голубушка. Идёт лисица. Чего ты, снегурушка, плачешь? Как мне, лиса Алисовна, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши покинули. Сойди, я тебя отнесу. Снегурушка сошла, села на спину к лисице. И та помчалась с нею в деревню. Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку. Кто там? Лисица отвечает. Я принесла вашу внучку, снегурушка. Ах ты, наша милая, дорогая лиса Алисовна, войди к нам в избу. Где нам тебя посадить? Чем нам тебя угостить? Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу почивать за её услугу. А потом простились и дали ей на дорогу ещё курочку. Музыка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты и я Поехали! Гуси-лебеди Русская народная сказка Жили мужик да баба У них были дочка да сынок маленький Доченька, говорила мать Мы пойдем на работу, береги братца Не ходи со двора, будь умницей Мы купим тебе платочек Отец с матерью ушли А дочка позабыла, что ей наказывали Посадила братца на травке под окошко Сама побежала на улицу Заигралась, загуляла Налетели гуси-лебеди Подхватили мальчика Унесли на крыльях Вернулась девочка, глядь, братца нету Ахнула, кинулась туда-сюда Нету Она его кликала, слезами заливалась Причитывала, что худо будет от отца с матерью Братец не откликнулся Выбежала она в чистое поле И только увидела Метнулись вдалеке гуси-лебеди И пропали за темным лесом Тут она догадалась Что они унесли ее братца Про гусей и лебедей Давно шла дурная слава Что они пошаливали Маленьких детей уносили Бросилась девочка догонять их Бежала, бежала Увидела, стоит печь Печка, печка, скажи Куда гуси-лебеди полетели? Печка отвечает ей Съешь моего ржаного пирожка Скажу Стану я ржаной пирог есть У моего батюшки И пшеничные не едятся Печка ей не сказала Побежала девочка дальше Стоит яблоня Яблоня, яблоня, скажи Куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка Скажу У моего батюшки И садовые не едятся Яблоня ей не сказала Побежала девочка дальше Течет молочная река В кисельных берегах Молочная река Кисельные берега Куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего простого Киселька с молочком Скажу У моего батюшки И сливочки не едятся Долго она бегала По полям, по лесам День клонится к вечеру Делать нечего Надо идти домой И вдруг видит Стоит избушка На курьей ножке Об одном окошке Кругом себя Поворачивается В избушке Старая баба-яга Придет кудель А на лавочке сидит братец Играет с серебряными яблочками Девочка вошла в избушку Здравствуй, бабушка Здравствуй, девица Зачем на глаза явилась? Я по мхам, по болотам Ходила, платье измочила Пришла погреться Садись, покуда Кудель прясть Баба-яга Дала ей веретено А сама ушла Девочка придет Вдруг из-под печки Выбегает мышка И говорит ей Девица, девица Дай мне кашки Я тебе что-то добренькое скажу Девочка дала ей кашки Мышка сказала Баба-яга пошла баню топить Она тебя вымоет Выпарит В печь посадит Зажарит И съест Девочка сидит Ни жива, ни мертва Плачет А мышка ей опять Не дожидайся Бери, братцы, беги А я за тебя кудель поприду Девочка взяла браться И побежала А баба-яга Подойдет к окошку И спрашивает Девица, придешь ли? Мышка ей отвечает Приду, бабушка Баба-яга баню Вытопила И пошла за девочкой А в избушке Нет никого Баба-яга Закричала Гуси-лебеди Летите в погоню Сестра братца унесла Сестра с братцем Добежала до молочной реки Видит Летят гуси-лебеди Речка, речка Матушка Спрячь меня Поешь Моего простого киселька Девочка поела И спасибо сказала Река укрыла ее Под кисельным бережком Гуси-лебеди Не увидали Пролетели мимо Девочка с братцем Опять побежали А гуси-лебеди Воротились навстречу Вот-вот увидят Что делать? Беда! Стоит яблоня Яблоня, матушка Спрячь меня Поешь Моего лесного яблочка Девочка Поскорее съела И спасибо сказала Яблоня ее Заслонила ветвями Прикрыла листами Гуси-лебеди Не увидали Пролетели мимо Девочка Опять побежала Бежит, бежит Уже недалеко осталось Тут гуси-лебеди Увидали ее Загоготали Налетают Крыльями Бьют Того, гляди Братца из рук Вырвут Добежала девочка До печки Печка, матушка Спрячь меня Поешь Моего ржаного Пирожка Девочка Скорее Пирожок в рот А сама с братцем В печь Села в устьице Гуси-лебеди Полетали Полетали Покричали Покричали И ни с чем Улетели К бабе-яге Девочка Сказала печи Спасибо И вместе с братцем Прибежала домой А тут и отец С матерью пришли Скажи Ты читать умеешь? Умеешь Тогда покажи Как хорошо Ты это делаешь Будем читать Сказку вместе Ты и я Поехали Хаврошечка Русская народная сказка Есть на свете люди хорошие Есть и похуже Есть и такие Которые своего брата Не стыдятся К таким-то и попала Крошечка-хаврошечка Осталась она сиротой Взяли ее эти люди Выкормили И над работой заморили Она и ткет Она и придет Она и прибирает Она и за все отвечает И были у ее хозяйки Три дочери Старшая звалась Одноглазка Средняя Двуглазка А меньшая Триглазка Дочери только и знали Что у ворот сидеть На улицу глядеть А крошечка-хаврошечка На них работала Их и обшивала Для них прилает кала И слова доброго Никогда не слыхала Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка В поле Обнимет свою рябую коровку Ляжет к ней на шейку И рассказывает Как ей тяжело Жить-поживать Коровушка-матушка Меня бьют-журят Хлеба не дают Плакать не велят К завтрашнему дню Мне велено Пять пудов Напрясть Наткать Побелить И в трубы Покатать А коровушка Ей в ответ Красная девица Влезь ко мне В одно ушко И в другое Вылезь Все будет сработано Так и сбывалось Влезет Хаврошечка Коровушке В одно ушко Вылезет из другого Все готово И накатано И побелено И в трубы Покатано Отнесет она Холсты Хозяйке Та поглядит Покривтит Спрячет в сундук А крошечке Хаврошечке Еще больше Работы Задаст Хаврошечка Опять придет К коровушке Обнимет ее Погладит В одно ушко Влезет В другое Вылезет И готовенькое Возьмет Принесет Хозяйке Вот Хозяйка Позвала Свою дочь Одногласку И говорит ей Дочь Моя хорошая Дочь Моя пригожая Пойди Погляди Кто сироте Помогает И ткет И придет И в трубы Катает Пошла Одногласка С Хаврошечкой В лес Пошла с нее В поле Да забыла Матушкина Приказание Распеклась На солнышке Разлеглась На травушке А Хаврошечка Приговаривает Спи глазок Спи глазок Глазок У Одногласки И заснул Пока Одногласка Спала Коровушка Все наткала И побелила И в трубы Скатала Так ничего Хозяйка Не дозналась И послала Вторую дочь Двугласку Дочь Моя хорошая Дочь Моя пригожая Пойди Погляди Кто сироте Помогает Двугласка Пошла С Хаврошечкой Забыла Матушкина Приказание На солнышке Распеклась На травушке Разлеглась А Хаврошечка Баюкает Спи глазок Спи другой Двугласка Глаза И смежила Коровушка На ткала Побелила В трубы Накатала А Двугласка Все спала Старуха Рассердилась И на третий день Послала Третью дочь Тригласку А сироте Еще больше Работы Задала Тригласка Попрыгала Попрыгала На солнышке Разморилась И на травушку Упала Хаврошечка Поет Спи глазок Спи другой А о третьем Глазке Забыла Два глаза У Тригласки Заснули А третий Глядит И все Видит Как Хаврошечка Корове В одно ушко Влезла В другое Вылезла И готовые Холсты Подобрала Тригласка Вернулась Домой И матери Все рассказала Старуха Обрадовалась На другой же день Пришла к мужу Режь Рябую Корову Старик И так И сяк Что ты Старуха В умели Корова Молодая Хорошая Режь Да и только Делать Нечего Стал Точить Старик Ножик Хаврошечка Про это Спознала В поле Побежала Обняла Рябую Коровушку И говорит Коровушка Матушка Тебя Резать Хотят А Коровушка Ей Отвечает А ты Красная Девица Моего Мяса Не ешь А Косточки Мои Собери В платочек Заряжи В саду Их Схорони И никогда Меня не забывай Каждое утро Косточки Водою поливай Старик Зарезал Коровушку Хаврошечка Все сделала Что Коровушка Ей Завещала Голодом Голодала Мясо Ее В рот Не брала Косточки Ее Зарыла И каждый День В саду Поливала И выросла Из них Яблонька Да какая Яблочки На ней Висят Наливные Листья Шумят Золотые Веточки Гнутся Серебряные Кто Не едет Мимо Останавливается Кто Проходит Близко Заглядывается Много Ли Времени Прошло Мало Ли Одногласка Двугласка И трегласка Гуляли Раз В саду На ту Пору Ехал Мимо Сильный Человек Богатый Кудреватый Молодой Увидел В саду Наливные Яблочки Стал Затрагивать Девушек Девицы Красавицы Которая Из вас Мне Яблочко Поднесет Та За меня Замуж Пойдет Три Сестры Бросились Одна Перед Другой К яблоне А яблочки То Висели Низко Под руками Были А тут Поднялись Высоко Далеко Над головами Сестры Хотели Их Сбить Листья Глаза Засыпают Хотели Сорвать Сучки Косы Расплетают Как Не бились Не метались Руки И задрали А достать Не смогли Подошла Хаврошечка Веточки К ней Преклонились И яблочки К ней Опустились Угостила Она Того Сильного Человека И он На ней Женился И стала Она В добре Поживать Лихо Не знать КОНЕЦ скажи ты читать умеешь умеешь тогда покажи как хорошо ты это делаешь будем читать сказку вместе ты и я поехали писатель борисовский хохлатки в селе за речкой стоит избушка с резным крылечком а в ней старушка да внук алёшка у них на печке в углу лукошка в лукошке яйца числом 17 на яйцах курица сидит и жмурится три недели просидела за своим куриным делом на четвертую алёшка шесть в наседкина лукошка а в лукошке нет яиц вместо них 17 птиц желтые пушистые все голосистые за хохлаткой следом бегут за обедом червячка поймали мигом склевали зобик набили водицей запили прямо из лужи других не хуже вдруг из-за тучи коршун могучий камнем на деток на малолеток ринулся вниз эй берегись крочка взъерошуна бросилась на коршуна в помощь алёшка пулей в окошко выгнула кошка спину как мост сцапала жучка птицу за хвост в общую свалку бабушка с палкой коршун цыпленка бросил в сторонку прыгнул на квочку сквочки на бочку с бочки на крышу выше и выше за реку в лес там исчез много перьев много пуха собрала потом старуха на перины на подушки пригодится для старушки снова курочка белогрудочка по двору ходит цыпляточек водит червячков находит травку зернышко а ложится спать с детворою мать раньше солнышко скажи ты читать умеешь умеешь тогда покажи как хорошо ты это делаешь будем читать сказку вместе ты и я поехали иван дурак русская народная сказка было это при царе горохе когда ходили по земле скоморохи песни играли да сказки сочиняли жили три брата старший семен был царским стрельцом средний пантелеймон важным купцом а младший ванька дурак на отцовской земле работал как то стал ванька землю пахать да так глубоко пахал что клад золотой плугом и выдернул узнали об этом братья стали денег просить одному на новые доспехи не хватает другому на торговлю ванька им все золото и отдал берите мне не надо а надо будет еще накопаю ушли братья довольные вот брат то у нас дурак а по соседству жил злый день злый день этот злобой и завистью людской питался чем народ завистливее и злее тем ему веселее узнал злый день что ванька золото роздал и говорит своим злоденятам беда почему беда какая беда спрашивают злоденята стоит одному дураку завестись он все царство угробит дурачок царство угробит от дураков то все беды и случаются умного можно перехитрить богатого разорить сильного победить а с дураком что делать не уж то говорят злоденята мы с одним дураком не справимся и стали они ивану всякие мелкие и крупные пакости делать пойдет пахать они ему камней накидают начнет сено косить бугров нароют а дураку все нипочем зная себе работает стал косой махать одному рожки начисто сбрил взялся рожь молотить другом бока подшибал а поле начал перепахивать злоденят всех из земли и повыдергивал это что еще за репьи такие перепугались злоденята отпусти нас мы тебе выкуп дадим дудку побудку волшебный свисток и цветок корень не хворень а на что они мне спрашивает иван корень не хворень от любой болезни излечить может и тебя красавцем неописуемым сделает если в свисток волшебный свистнуть листья с деревьев облетят их золото превратятся а если в дудку побудку дунуть солома в поле войском станет задумался дурак красоту я и так не обижен но с картошкой уши лепешкой листья осенью сами золотыми станут разве что на дудке поиграть а то скучно у нас в деревне ладно говорит беру и чтоб я вас у себя на поле больше не видел побежали злоденята к отцу рассказали ему ну молодцы обрадовался злый день и как я сам не додумался до чего не додумался шмыгают носами злоденята как с дураком справиться надо его богатым сделать до сильным сразу и зависть начнется и злоба а дальше он и сам быстро поумнеет ага догадали злоденята умного можно перехитрить богатого разорить сильного победить а ванька дурак по дороге домой решил на дудке по будке поиграть как дунул снопы соломы сами развязались и в войско превратились куда прикажешь идти с кем воевать идите-ка вы ребята в деревню играйте пляшите народ веселите что тут началось солдаты поют пляшут девушки да бабушки платками машут узнал о том семён стрелец прибежал к брату отдай мне войско я с ним царство себе завоюю добери говорит дурак а то третий день играю работать некогда через несколько дней собрался ванька на охоту хотел собаку свистнуть а пальцы после работы в вспомнил он про свисток думал в него с ближайшие ракиты золотые монеты посыпались увидел такое богатство пантелеймон купец братец не дашь мне денег забирай сколько сможешь говорит дурак а то весь двор усыпала козе траву щипать негде увез купец три телеги золото а что не увез то дурак соседям раздал в то время у царя горох и заболела дочь единственная настасья гороховна и никто ее вылечить не может вспомнил иван про корень нехворень на что он мне только место на окне занимает и отнес его во дворец как царевна цветок понюхала так сразу и выздоровела и такой красавицей стала какой отродясь не была возрадовался царь горох выдал дочь свою за дурака да от великой радости и помер и стал иван царем да только ума у него не прибавилось сам дрова колет сам печь топит настасью гороховна заставил воду носить и царский терем мести все придворные из дворца разбежались простой народ поначалу завидовал ваньки а потом увидел что царь больше их работает и завидовать перестал и даже гордиться начал много дураков в мире но таких как наш царь нигде не найдешь вот ванька то дурак хмыкают злоденята и золото и войско и здоровья с красотой все роздал сам свиней пасет не дурак а царь помрачнел злый день если так и дальше пойдет все умные люди уйдут одни дураки останутся и будет царство дураков может и на пара ноги уносить испугали злоденята погодите сказал умный злый день у всякой веревки два конца начнем не с этого так с другого а семён воевода завоевал с соломенным войском соседнее царство и сам царем сделался прибыл злый день к его двору и давай на ухо нашептывать что пора бы семену пойти войной на индийское царство царство большое богатое и земли видимо невидимо и слонов шепчет злый день а после ты весь мир завоюешь весь мир это ты здорово придумал пошел семён воевать с индийским царем а у того и слоны боевые и войско видимо невидимо проиграл семён битву а сам в плен попал пантелеймон так разбогател что купил себе корону и дворец и собственное королевство думает чтобы еще купить вскоре стал злый день у него главным казначеем и стал ему советы давать зачем свои деньги тратить лучше других занять и потом ты на них весь мир купишь весь мир купить хорошая мысль стал пантелеймон деньги везде занимать да и разорился и корону и дворец и королевство потерял а сам в долговую яму попал повеселел злый день почувствовал силу и снова к ивану хочу твоим царским советником стать о мне как раз совет нужен говорит дурак барабан в какой цвет красить красный или синий я не о том говорит злый день и сдай указ армию собрать в каждом царстве армия должна быть ладно говорит иван если должна быть собирай только чтоб все в ней петь и плясать умели пошел злый день с указом а дуракам закон не писан кто в лес по дрова собирается кто по грибы вот зимой работы мало говорят тогда и пойдем и попоем и попляшем ладно дураки вы у меня попляшите подговорил злый день соседей пойти на царство ивана войной пришло огромное войско а жители встречают его хлебом солью в дома приглашают ешьте пейте сколько хотите живите где хотите земли у нас навалом а народу мало обрабатывать не успеваем ваши избы сожжем грозят враги они радуются фейерверк бесплатный и зола на удобрение будет как с дураками воевать если они не хотят развернулась войско и поскорее ушло чтобы чужой глупостью не заразиться не на шутку разозлился злый день стал народ золотом соблазнять деньги направо налево раздавать понравилось людям золото красавицы его на украшение пустили кузнецы на сбруи для лошадей ты что делаешь папа возмутились злоденята нас без наследства оставить хочешь не волнуйтесь говорит им злый день у меня все рассчитано сначала привыкну к блестящим вещам потом как сороки красть станут а там и злоба и зависть начнется как у всех людей да только все не так вышло быстро надоело дуракам золото куда его куры у нас золото не клюют утки тоже да вы на него все что хотите купить можете объясняет злый день а у нас и так все есть отвечают дураки зерно посеем хлеб будет и черный и белый рыбы наловим икра хоть черная хоть красная а может вам павелина купить захочется для красоты для красоты у нас петухи орут дело дошло до того что за золото злыдню еду перестали давать зашел он на один постоялый двор а хозяйка и говорит из денег каши не сваришь прежде чем за стол садиться руки покажи чистые показывает злый день я их каждый час мою с чистыми руками кормить не буду говорить дура у тех кто работает белых до чистых рук не бывает пришел он другое место и там от ворот поворот ишь умный какой нашелся вот я корову свою кормлю так она молоко дает и сметану и масло от тебя какая польза какая от меня польза злый день аж позеленел не тот злости не тот голода за лесом на пожарную холончу и давай кричать дураки посмотрите на себя я вас уму разуму учу а вы собрались на площади жители смотрят на злыдня и головами качают интересно что это за дурак на колончу залез пожара то нет совсем видно умом рехнулся тут с досады или еще отчего бросился злый день с колончи и в землю провалился да так глубоко что с другой стороны земли вывалился а на той стороне сплошь умные живут злый день там и остался вот ему раздолье злый день а то его по разным царством и государством разбежались делают везде мелкие пакости а семён и пантелеймон в родную землю вернулись какими говорят мы дураками были ничего обрадовался им иван поживете с нами ума наберетесь у меня для вас братья государственной важности работа есть ты пантелеймон будешь ворон считать а ты семён станешь их пугать а то у нас в царстве вороны весь горох поклевали так и стоит говорят царство дураков со времен царя гороха слышал я это от одного скомороха скоморохи то они везде бывают а о чем узнают сказки сочиняют скажи ты читать умеешь умеешь тогда покажи как хорошо ты это делаешь будем читать сказку вместе ты и я поехали сказка о том как коза из пушку построила жила когда-то старуха говоруха и была у нее коза с козлятами утром люди встанут за работу примутся а старуха все на печке полеживает только к обеду подымется поезд попьет и давай говорить говорит 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 и с соседками и с прохожими и сама с собой а коза с козлятами в хлеву заперты ни травки им пощипать ни водицы попить не побегать вот как-то раз и говорит коза своим козлятам козлятушки дедушки не житье нам у старухи говорухи пойдемте ка мы в лес построим себе избушку и будем в ней жить как выпустила старуха говоруха козу с козлятами из хлева они побежали только их старуха и видела прибежали они в лес и стали искать место где бы избушку построить подошла коза к лесной яблоньки и говорит яблонька яблонька можно мне под твоими ветками избушку построить не строй подо мной избушку отвечает яблонька яблоки с меня упадут твоих козляток ушебут ступай куда-нибудь еще пошла коза к елке елка елка можно мне под тобой избушку построить не строй подо мной избушку отвечает елка шишки с меня упадут твоих козляток ушебут найди место получше пошла коза с козлятами дальше увидела высокий дуб и говорит дуб дуб можно мне под тобой избушку построить не строй подо мной избушку отвечает дуб по осени желуди с меня упадут твоих козляток ушебут сама горевать будешь пошла коза к осине осинка осинка можно мне под тобой избушку построить затрясла осинка всеми ветками всеми листьями мои листики и днем и ночью шумят твоим козляткам спать не дадут найти местечко получше нечего делать отправилась коза с козлятами дальше пришла к шиповнику шиповник шиповник можно мне под тобой избушку построить за закачался шиповник что ты что ты коза или не видишь вон какие на мне колючки острые будут твои козлятки прыгать скакать всю шерстку себе выдерут ступай коза дальше ищи местечко получше пошла коза к березе березка березка можно мне под тобой избушку построить качнула березка веточками сказала я твоих козляток от зноя уберегу от дождичка спрячу от ветра укрою строй подо мной избушку обрадовалась коза построила под березкой избушку и стала жить в ней со своими козлятами сестре с вы 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 Субтитры создавал DimaTorzok Умеешь! Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали! Почему у медведя короткий хвост? По мотивам сказок народов Европы. Вез рыбак на санях в большой корзине рыбу на базар. Наловил и вез. Много рыбы. Едет, песни поет. Лисе же рыбу ловить не хотелось, а вот есть еще как хотелось. Бежала она за санями, да все только с опаской. Рыба такая большая, такая вкусная. Но рыбак-то еще больше. И кнут у него страшный и длинный. То уж больно вкусная рыба. Переборола лиса страх. Прыгнула к саням. Хвать корзину. И стащила. Рыбак ничего не заметил. Только лиса рот открыла, зубы навострила рыбу попробовать. Вдруг медведь выходит из леса. Это откуда у тебя рыжая, такая вкусная рыба? Да так много. Откуда-откуда? Поймала. Не моргнув, ответила лиса. Не поверил мишка. Ну да. Это как же поймала. Озеро-то уже месяц, как подо льдом. Лиса не растерялась. Ей-богу, не вру. Хвостом я ловила. Прорубь прорубила. Хвост опустила. Рыба за хвост цап. Я хвост дерг. Рыбу лапой хвать. Раз за разом, раз за разом. Устала. А в ту пору хвосты у медведей были длинные, толстые и пушистые. Потрогал мишка хвост. Подумал. А на свой-то я больше рыбы наловлю. Не забыть бы только. Значит, рыба цап. Я дерг. А потом лапой хвать. И сыт буду. Поблагодарил он лису за науку. И пошел на озеро. А лед толстый. Долго его медведь долбил. Все лапы отшиб. Наконец пробил дыру. Опустил хвост. Стал ждать. Сидел, сидел до самого вечера. Небо все темней. Погода все холодней. Наконец почудилось мишке. Кто-то за хвост его цап. Он хвост дерг. А прорубь-то за день льдом затянулась. Хвост вмерз и от рывка оторвался. Остался косолапый и без рыбы, и без хвоста. С тех пор у всех медведей хвост короткий. Прямо обрубок. И лисичек-сестричек они ох как не любят. Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали! Сказка о том, как ослик счастье искал. Ослик очень хотел найти счастье. Но сначала надо было узнать, что это такое. И он отправился к своему соседу-барашку. Здравствуй! У тебя счастье есть? Спросил ослик. Барашек заглянул в кладовку под кровать, в холодильник. И пожал плечами. Что-то не видно. Послушай, ослик остановил его барашек. Может быть, вот это счастье? И он расстелил перед осликом пушистый шерстяной платок. Нет, не думаю, сказал ослик. Зайду я, пожалуй, к козочке. Козочка, нет ли у тебя счастья? С надеждой спросил ослик. Счастье? Наверное, есть. Только я не помню, где оно лежит. Но у меня есть... Молоко, воскликнула козочка. Оно такое вкусное и полезное. И вообще. Счастье это не вообще. Очень умно заметил ослик и, попрощавшись с козочкой, пошел к селезню. Селезень сидел на воде за большим листом кувшинки и завтракал. Он ел свое... Любимое блюдо. Салат из водорослей с плавунцами. И крякал от удовольствия. Привет, селезень. Я ищу счастье, сказал ослик. У тебя, случайно, нет? Как не быть, крякнул селезень. Сбросил с большого ведра крышку и, гордо выпитив грудь, сказал... Вот, смотри. Ослик сунул голову в ведро. Ты что, смеешься? Это же головастики. Да, но целое ведро. Это же счастье, воскликнул селезень. Пошел ослик дальше и забрел в лес. Ау, ослик! Кто-то тихо позвал его. Ослик спрятался за дерево и прислушался. Кусты зашевелились и на дорожку вышли. Козочка и барашек. Ну как, спросили они. Нашел счастье? Ослик печально вздохнул и покачал головой. Слушайте меня внимательно, прокричал им с елки старый ворон. У сосны, где синий лес, поднял ветви до небес. Где ручей журчит в овраге, там найдется ваше счастье. Долго бежали ослик, козочка и барашек. А когда запыхавшись, остановились прямо перед собой, увидели сосну. Высокую-превысокую, ту самую. А счастье? Где оно? Неужели старый ворон обманул их? Ослик обошел дерево вокруг и увидел маленькую девочку. Она сжимала в руках синее ведерко и дрожала от холода. Не бойся, ласково сказала ей козочка. Мы тебя не обидим, успокоил девочку барашек. А ослик спросил. Ты счастье? Я Маша, сказала девочка. Я хочу есть, мне холодно, я хочу домой. Я сейчас, сказала козочка. Взяла синее ведерко и скрылась за кустом. Вскоре она вернулась и поставила перед девочкой ведерко, доверху наполненное молоком. Выпей молочка, сказала козочка. Парное. И Маша с удовольствием выпила все молоко до капельки. Сейчас тебе станет тепло, сказал барашек. И накинул девочке на плечи пушистый шерстяной платок, который он всегда носил с собой. И Маша сразу согрелась и перестала дрожать. А теперь домой, сказал ослик. Маша уселась на ослика верхом, и все тронулись в путь. Дорога домой всегда короче и веселее. Смотрите, смотрите, вот мой дом. Маша соскочила с осликой, захлопала в ладоши. И в самом деле, козочка, барашек и ослик увидели две стройные березки, а рядом с ними нарядный домик с черепичной крышей. Девочка поцеловала своих новых друзей. Ослика в черный нос, козочку в розовый, барашка в коричневый. Так ослик, козочка и барашек нашли свое счастье. Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали! Сказка о том, как ослик счастье искал. Ослик очень хотел найти счастье. Но сначала надо было узнать, что это такое. И он отправился к своему соседу барашку. Здравствуй! У тебя счастье есть? Спросил ослик. Барашек заглянул в кладовку под кровать в холодильник и пожал плечами. Что-то не видно. Послушай, ослик остановил его барашек. Может быть, вот это счастье? И он расстелил перед осликом пушистый шерстяной платок. Нет, не думаю, сказал ослик. Зайду я, пожалуй, к козочке. Козочка, нет ли у тебя счастья? С надеждой спросил ослик. Счастье? Наверное, есть. Только я не помню, где оно лежит. Но у меня есть... Молоко, воскликнула козочка. Оно такое вкусное и полезное. И вообще. Счастье это не вообще. Очень умно заметил ослик и, попрощавшись с козочкой, пошел к селезню. Селезень сидел на воде за большим листом кувшинки и завтракал. Он ел свое... Любимое блюдо. Салат из водорослей с плавунцами. И крякал от удовольствия. Привет, селезень. Я ищу счастье, сказал ослик. У тебя, случайно, нет? Как не быть, крякнул селезень. Сбросил с большого ведра крышку и, гордо выпить в грудь, сказал. Вот, смотри. Ослик сунул голову в ведро. Ты что, смеешься? Это же головастики. Да, но целое ведро. Это же счастье, воскликнул селезень. Пошел ослик дальше и забрел в лес. Ау, ослик! Кто-то тихо позвал его. Ослик спрятался за дерево и прислушался. Кусты зашевелились и на дорожку вышли козочка и барашек. Ну как, спросили они. Нашел счастье? Ослик печально вздохнул и покачал головой. Слушайте меня внимательно, прокричал им с елки старый ворон. У сосны, где синий лес поднял ветви до небес, где ручей журчит в овраге, там найдется ваше счастье. Долго бежали ослик, козочка и барашек. А когда запыхавшись, остановились прямо перед собой, увидели сосну. Высокую-превысокую, ту самую. А счастье? Где оно? Неужели старый ворон обманул их? Ослик обошел дерево вокруг и увидел маленькую девочку. Она сжимала в руках синее ведерко и дрожала от холода. Не бойся, ласково сказала ей козочка. Мы тебя не обидим, успокоил девочку барашек. А ослик спросил. Ты счастье? Я Маша, сказала девочка. Я хочу есть, мне холодно, я хочу домой. Я сейчас, сказала козочка. Взяла синее ведерко и скрылась за кустом. Вскоре она вернулась и поставила перед девочкой ведерко, доверху наполненное молоком. Выпей молочка, сказала козочка. Парное. И Маша с удовольствием выпила все молоко до капельки. Сейчас тебе станет тепло, сказал барашек. И накинул девочке на плечи пушистый шерстяной платок, который он всегда носил с собой. И Маша сразу согрелась и перестала дрожать. А теперь домой, сказал ослик. Маша уселась на ослика верхом, и все тронулись в путь. Дорога домой всегда короче и веселее. Смотрите, смотрите, вот мой дом. Маша соскочила с осликой, захлопала в ладоши. И в самом деле, козочка, барашек и ослик увидели две стройные березки, а рядом с ними нарядный домик с черепичной крышей. Девочка поцеловала своих новых друзей. Ослика в черный нос, козочку в розовый, барашка в коричневый. Так ослик, козочка и барашек нашли свое счастье. Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали! Кощей Бессмертный Русская народная сказка Весело гудит на посаде праздничное гулянье. Водит народ хороводы, песни поет. Красные девицы голубей выпускают. Не весела только красавица Марья Моревна. Ждет, не дождется своего ненаглядного Никитушку. А перед теремом молодые парни похаживают. На гармошке да балалайке поигрывают. Выходи за меня замуж, Марья Моревна предлагает ей один. Прежде чем свататься, отгадай три загадки, смеется Марья. Две загадки паренек угадал. А на третью, что дороже всего на свете, ума не хватило. Знай, дороже отца с матерью, дороже всего на свете, родная земля. Внезапно небо заволокло черными тучами, загремел гром, засверкали молнии. Это налетели на посад черные слуги Кощея Бессмертного. Зажгли терема стрелами огненными, храмы разрушили. А молодых да пригожих девушек в полон угнали. Марью Моревну прежде всех. Вернулся Никитушка в родные края и видит. Одни головешки кругом дымятся, да воронье над падалью летает. Только кокошник Марьи Моревны да ее платочек нашел Никита, А самой ее и след простыл. Закрученился добрый молодец, жизнь ему немила стала. И пошел он, куда глаза глядят. Видит, идет ему навстречу старичок-боровичок. Знаю про твою беду, добрый молодец. Помогу, чем могу. Вот тебе шапка-невидимка, кольцо и горсть родной земли. Они помогут. Иди смело на борьбу с Кощеем за родную землю, За близких своих, за Марью Моревну. Долгий путь прошел Никита, пока попал в незнакомый город. На площади города раскинулся большой базар. Торгуют на нем всякой снедью, арбузами, дынями. А посреди площади эшафот. Ждет казни молодой красавец Булат Балагур. Палач уже топором на него замахнулся. Подбежал Никита к Булату Балагуру, Накрыл его и себя шапкой-невидимкой. Ахнула площадь. Пропали оба. И начались тут на площади чудеса. Ковер-самолет султанский, что цепью был прикован. Из-под носа у стражи кто-то выхватил. А когда ковер под облака поднялся, Все увидели на нем Никиту-богатыря И свободного Булата-балагура. Летят они над городом, на землю любуются. Спасибо тебе, богатырь. Кабы не ты, не быть бы мне живу. Куда летим? На Кащея. Долго они летели. Но вот ковер-самолет опустился Прямо у ворот замка Кащея Бессмертного. Надел Никита шапку-невидимку, Сбросил стражу в пропасть И никем не замеченный Пробрался с Булатом-балагуром В логово Кащеева. Бродили они, бродили По мрачным переходам замка И попали, наконец, в водопадный зал. Здесь увидел Никита Марью Марьевну, Спящую на роскошном ложе посреди зала. Крепким сном спит Марья Марьевна Наклонился к ней Никитушка. «Очнись, моя радость, погляди на меня!» Молчит Марья Марьевна, не дышит. Заколдовал ее Кощей. Вдруг грянул гром, сверкнула молния И появился Кощей. Никита и Булат успели за арку спрятаться. Подошел Кощей к Марье Марьевне И надел ей на палец волшебный перстень. Вздохнула Марья Марьевна И проснулась. «Выйдешь за меня замуж, а золочу!» А Марья Марьевна в ответ «Как же за тебя замуж идти, Когда у тебя сердца нет?» «Есть у меня сердце!» «Есть!» «Спрятано оно в черном яблоке, Что на черном дереве, А черное дерево растет на черной горе. Но тот, кто яблоко найдет И дотронется до него, Сам окаменеет». Снял Кощей с руки Марьи Марьевны Перстень И снова упала она Замертво на ложе. «Только тогда ты проснешься, Когда я умру, А я бессмертный!» Бросил Кощей перстень в водопад И исчез. А Никита подошел к Марье Марьевне И надел ей на руку кольцо, Подаренное старичком-боровичком. Проснулась Марья Марьевна И увидела Никиту. Никитушка, сокол ты мой ясный! Марьюшка, я за тобой пришел, За своим красным солнышком И за смертью Кащеевой. Идем скорее! Но не было иного выхода из замка, Как только через водопад, А через водопад не перелетишь. Тогда сняла Марья Марьевна С пальца кольцо волшебное И бросила его в водопад. В миг бурный поток остановился, А Марья заснула мертвым сном. Бережно положил ее Никита на ложе И поцеловал. «Спи, родная, Скоро мы опять будем вместе!» На широком поле Стоит стеной Несметная черная рать Кащея. Посмотрел на нее Никита богатырь И бросил через плечо Горсть земли родной. Из каждой песчинки Появился могучий воин И встала за Никитой Сила народная Великая русская рать. И грянул бой Смертный бой За родную землю, За свой народ. Вот уже две головы Срубил Никита у Кащея, А тот все не сдается. А Булат Балагур Тем временем Разыскал на черной горе Черное дерево, Сорвал черное яблоко, Разломил его пополам. Из яблока Выпохнул черный голубь, А из голубя Выползла черная змея. Убил Булат Балагур Змею, А сам Тут же Окаменел. Прогремел гром, Сверкнула молния, И Кащей Провалился сквозь землю. Расцвели на поле Цветики, Проснулась Марья Маревна, Ожил Булат, И поехали они втроем На родимую сторонку. Расцвели на поле Скажи, Ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, Как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали. Колобок Русская народная сказка Жили-были старик со старухой. Вот и просит старик, Испеки мне старое колобок. Да из чего испечь-то? Муки нет. Эх, старуха, По амбару помети, По сусекам поскреби, Вот и наберется. Старуха так и сделала. Намела, Наскребла, Горсти две муки, Замесила тесто на сметане, Скатала в колобок, И сжарила его в масле, И положила на окно Простынуть. Надоело колобку лежать, Он покатился С окна на заваленку, С заваленки на травку, С травки на дорожку, И покатился по ней. Катится колобок по дорожке, А навстречу ему заяц. Колобок, колобок, Я тебя съем! Нет, не ешь меня косой, А лучше послушай, Какую я тебе песенку спою. Заяц уши поднял, А колобок запел. Я колобок, я колобок, По амбару метен, По сусекам скребен, На сметане мешен, В печку сожен, На окошке стужен, Я от дедушки ушел, Я от бабушки ушел. От тебя, зайца, Не хитро уйти. И покатился колобок дальше, Только заяц его и видел. Катится колобок по тропинке в лесу, А навстречу ему волк. Колобок, 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 я тебя съем. Не ешь меня, серый волк, Я тебе песню спою. И колобок запел. Я колобок, я колобок, По амбару метен, По сусекам скребен, На сметане мешен, В печку сожен, На окошке стужен. Я от дедушки ушел, Я от бабушки ушел, Я от зайца ушел. От тебя, волка, не хитро уйти. И покатился колобок дальше, Только волк его и видел. Катится колобок по лесу дальше, А навстречу ему идет медведь. Идет, хворост ломает, Кусты к земле гнет. Колобок, колобок, Я тебя съем. Ну, где тебе, косолапому, Съесть меня? Послушай лучше мою песенку. И колобок запел, А Миша уши развесил. Я колобок, я колобок, По амбару метен, По сусекам скребен, На сметане мешен, В печку сожен, На окошке стужен. Я от дедушки ушел, Я от бабушки ушел, Я от зайца ушел, Я от волка ушел. От тебя, медведь, Пол горя уйти. И покатился колобок дальше, Медведь только вслед ему посмотрел. Катится колобок, А навстречу ему лиса. Здравствуй, колобок, Какой ты пригоженький, Румяненький. Колобок рад, Что его похвалили, И запел свою песенку. А лиса слушает, Да все ближе подкрадывается. Я колобок, я колобок, По амбару метен, По сусекам скребен, На сметане мешен, В печку сожен, На окошке стужен. Я от дедушки ушел, Я от бабушки ушел, Я от зайца ушел, Я от волка ушел, От медведя ушел. От тебя, лиса, Не хитро уйти. Славная песенка, Сказала лиса, Да то беда, голубчик, Что я стара стала, Плохо слышу. Сядь ко мне на мордочку, Да пропой еще разочек. Колобок обрадовался, Что его песенку похвалили, Сел на мордочку, Да и запел, Я колобок, я колобок. А лиса его, Ам! И съела. Сказке конец, Делу венец. Скажи, Ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, Как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали! Коза-дереза. Русская народная сказка. Поехал мужик на ярмарку Пила ли ты в волю? Пила ли ты в волю? Ела ли ты досыта? Нет, дедушка. Нет, дедушка, Не пила я и не ела. Только как бежала через мосточек, Ухватила кленовый листочек. А как бежала через гребельку, Глотнула воды копельку. Рассердился дед И прогнал дочь. Послал дед свою жену. Смотри, говорит, Хорошенько паси козочку, Чтоб сыта была. Попослала на козу. Вечером стал гнать к дому. А дед стоит у ворот И спрашивает, Козочка моя милая, Козочка моя славная, Пила ли ты в волю? Ела ли ты досыта? А коза в ответ Нет, дедушка, Не пила я и не ела. А как бежала через мосточек, Ухватила кленовый листочек. Добежала через гребельку, Глотнула воды копельку. Прогнал дед И жену свою из дому. Пришлось старику Самому козу пасти. Попас он ее И погнал домой. А сам забежал вперед И спрашивает, Козочка моя милая, Козочка моя славная, Пила ли ты в волю? Ела ли ты досыта? Нет, говорит коза, Не пила я и не ела. А как бежала через мосточек, Ухватила кленовый листочек. А как бежала через гребельку, Глотнула воды копельку. Тут мужик рассердился, Привязал козу к дереву, Взял ножик И давай козу резать. Резал, резал, Ножик-то и сломался. Пошел старик к кузнецу, Стал просить, Чтоб ножик новый сделал. А коза тем временем сорвалась И убежала в лес. Нашла заячью хату И поселилась в ней. Приходит зайчик к своему дому. А коза забралась на печь И поет. Я коза дириза за три гроша куплена, Полбока облуплена, Туп-туп ногами Заколю тебя рогами, Ножками затопчу, Хвостиком замету. Испугался зайчик, Убежал из хаты И сел под деревом. Смотрит, идет волк. Зайчик плачет, Говорит ему, Братец волчок, Выгони от меня зверя Неслыханного, невиданного. Пошел волк гнать козу, А коза опять свое поет. Я коза дириза, За три гроша куплена, Полбока облуплена, Тупу-тупу ногами, Заколю тебя рогами, Ножками затопчу, Хвостиком замету. Не выгнал волк козы, Испугался, И в лес убежал. Пошел опять зайчик, Сел под дерево и плачет. Идет петух. Братец петушок, Пойди, выгони от меня Зверя, неслыханного, невиданного. Пришел петух к избушке И поет. Кукареку, кукареку, Иду на ногах В красных сапогах, Несу, несу косу, Тебе голову снесу, По самые плечи, Полезай долой с печи. Коза перепугалась, Упала на пол И убилась. Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали. Кот и лиса Русская народная сказка Жил-был мужик. У этого мужика был кот, Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал, думал, Взял кота, посадил в мешок И понес в лес. Принес и бросил его в лесу. Пускай пропадает. Кот ходил, ходил И набрел на избушку. Залез на чердак И полеживает себе. А захочет есть, пойдет в лес, Птичек мышей наловит, Наестся досыта И опять на чердак. И горя ему мало. Вот пошел кот гулять, А навстречу ему лиса. Увидала кота и девица. Сколько лет живу в лесу, Такого зверя не видывала. Поклонилась лиса коту И спрашивает. Скажи, добрый молодец, Кто ты таков? Как ты сюда зашел И как тебя по имени величать? А кот вскинул шерсть И отвечает. Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов Прислан к вам Воеводой. Ах, Котофей Иванович, Говорит лиса, Не знала я про тебя, Не ведала. Ну пойдем же ко мне в гости. Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору И стала почивать разной дичинкой, А сама все спрашивает. Котофей Иванович, Женат ты или холост? Холост. А я лисица-девица. Возьми меня замуж. Кот согласился. И начался у них пир и веселье. На другой день Отправилась лиса добывать припасов. А кот остался дома. Бегала, бегала лиса И поймала утку. Несет домой, А навстречу ей волк. Стой, лиса, отдай утку. Нет, не отдам. Ну я сам отниму. А я скажу Котофею Ивановичу, Он тебя смерти предаст. А кто такой Котофей Иванович? Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов Прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, А теперь нашего воеводы-жена. Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть? У-у-у, Котофей Иванович, У меня такой сердитый, Кто ему не по нраву придется, Сейчас съест. Ты приготовь барана, Да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, А сам схоронись, Чтобы кот тебя не увидал. А то, брат, тебе туго придется. Волк побежал за бараном, А лисица домой. Идет лиса, И повстречался ей медведь. Стой, лиса, Кому утку несешь? Отдай мне. Ступай-ка ты, медведь, По-добру, по-здорову, А то скажу Котофею Ивановичу, Он тебя смерти предаст. А кто такой Котофей Иванович? А который прислан к нам Из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, А теперь нашего воеводы, Котофея Ивановича, Жена. А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна? У-у-у, Котофей Иванович У меня такой сердитый, И кто ему не приглянется, Сейчас съест. Ты ступай, Приготовь быка, Да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи На видное место, А сам схоронись, Чтобы Котофей Иванович Тебя не увидал, А то тебе туго придется. Медведь пошел за быком, А лиса домой. Вот принес волк барана, Ободрал шкуру, И стоит, Раздумывает. Смотрит, Медведь лезет с быком. Здравствуй, Михаил Иванович. Здравствуй, брат Ливон. Что, не видал лисицы с мужем? Нет, Михаил Иванович, Сам их дожидаю. А ты сходи-ка к ним, Позови, Говорит медведь. Нет, не пойду, Михаил Иванович, Я неповоротлив, Ты лучше иди. Нет, брат Ливон, Я мохнат, Косолап, Куда мне? Вдруг, откуда ни возьмись, Бежит заяц. Волк и медведь, Как закричат на него, Пойди сюда, косой. Заяц так и присел, Уши поджал. Ты, заяц, Поворотлив И на ногу скор, Сбегай к лисе, Скажи ей, Что медведь Михаил Иванович С братом Ливоном Ивановичем Давно уже готовы, Ждут тебя с мужем, С Котофеем Ивановичем, Хотят поклониться Баранам да быком. Заяц пустился к лисе Вовсю прыть, А медведь и волк Стали думать, Где бы им спрятаться. Медведь говорит, Я полезу на сосну, А я куда денусь, Говорит волк, Ведь я на дерево Не взберусь, Схорони меня куда-нибудь. Медведь спрятал волка В кустах, Завалил сухими листьями, А сам влез на сосну, На самую макушку, И поглядывает, Не идет ли Котофей Иванович с лисой. Заяц меж тем Прибежал к лисицыной норе. Медведь Михаил Иванович С волком Ливоном Ивановичем Прислали сказать, Что они давно ждут Тебя с мужем, Хотят поклониться вам Быком да баранам. Ступай, косой, Сейчас будем. Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их И говорит, Какой-то воевод И Котофей Иванович Маленький. Кот сейчас же Кинулся на быка, Шерсть взъерошил, Начал рвать мясо И зубами, И лапами, А сам мурчит, Будто сердится. Мяу, мяу. Медведь опять говорит волку, Невелик да прожорлив. Нам четверым не съесть, А ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется. Захотелось волку посмотреть На Котофея Ивановича. Да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку Разгребать листья. Кот услыхал, Как листья шевелятся. Подумал, Что это мышь? Да как? Кинется! И прямо волку в морду Вцепился когтями. Волк перепугался, Вскочил и давай утекать. А кот сам испугался И полез на дерево, Где сидел медведь. Ну, думает медведь, Увидел он меня. Слезть-то было некогда. Вот медведь, Как шмякнется с дерева озимь. Все печенки отбил. Вскочил, Да наутек. А лисица вслед кричит, Бегите, бегите, Как бы он вас не задрал. С той поры все звери Стали кота бояться. А кот с лисой Запаслись на всю зиму мясом И стали жить да поживать. И теперь живут. Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, Как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали! Русская народная сказка Из книжки Кот серый лоб Кот серый лоб Козёл да баран Жили-были на одном дворе Козёл да баран Жили промеж себя дружно Сенок лог И тот пополам Вот лежат в себе Козёл да баран И разговаривают Откуда ни возьмись Котишка-мурлышка Серый лобишка Идёт Да таково жалостно плачет Козёл да баран Его спрашивают Кот-коток Серенький лобок О чём ты плачешь На трёх ногах Скачешь? Как мне не плакать Била меня хозяйка Била А за какую вину? Да за то, что сметанку Слезал И опять заплакал Кот-мурлыка Кот-коток Серый лобок О чём же ты ещё плачешь? Как мне не плакать Хозяйка меня била Да приговаривала К нам где придёт зять Где будет сметаны взять По неволе придётся Колоть козла да барана Заревели, козёл да баран Ах ты, серый кот Бестолковый лоб За что ты нас-то загубил Вот мы тебя забодаем Тут кот-мурлыка Вину свою приносил И прощения просил Козёл да баран Его простили И стали втроём думать Как быть и что делать А ну-ка, средний брат Спросил кот барана Крепок ли у тебя лоб Попробуй-ка о ворота Поднялся баран С разбегу Стукнулся о ворот Стукнулся козёл Попробуй-ка о ворота Поднялся козёл козлище Разбежался, ударился Ворота отворились Пыль столбом подымается Трава к земле преклоняется Бегут козёл да баран А за ними скачет на трёх ногах кот серый лоб Устал кот, взмолился названным братьям Козёл да баран, не оставьте меньшого брата Взял козёл кота, посадил его на себя И поскакали они опять по горам, по долам По сыпучим пескам Долго бежали и день, и ночь Пока в ногах силы хватило Вот пришло крутое крутище Станово становище под тем крутищем Скошенное поле, на том поле стога Что города стоят Остановились козёл, баран и кот отдыхать А ночь была осенняя, холодная Где огня добыть? Думают козёл да баран А кот серый лоб уже добыл берёсты Обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами Стукнулись козёл с бараном Да так крепко искры с глаз посыпались Берёста из-за пылала Развели они огонь, сели и греются Не успели обогреться, глядь Жалует незваный гость Медведь Пустите обогреться, отдохнуть Что-то мочи моей нет Садись, Михаил Иванович Откуда идёшь? Ходил на пасеку Да подрался с мужиками Стали они вчетвером делить тёмную ночь Медведь под стогом Кот серый лоб на стогу А козёл с бараном у костра Вдруг идут семь серых волков Восьмой белый И прямо к стогу Заблеяли козёл да баран со страху А кот серый лоб такую речь повёл Ах ты, белый волк, над волками князь Не серди нашего старшого брата Он сердит, как расходится Никому не сдобровать А ли не видите у него бороды? В ней-то и сила Бородою он зверей побивает А рогами только кожу снимает Лучше с честью подойдите Да попросите Хотим, дескать, поиграть Силу попытать С меньшим братишкой Вот с тем, который под стогом лежит Волки на том коту поклонились Обступили медведя И стали его задирать Вот медведь крепился, крепился Да как хватит на каждую лапу по волку Перепугались они Выдрались кое-как Да поджав хвосты, давай наутёк А козёл да баран тем временем Подхватили кота Побежали в лес И опять наткнулись на серых волков Кот живо вскарабкался на макушку ели А козёл с бараном Обхватились ногами за еловый сук И повисли Волки стоят под елью Зубами лязгают Видит кот серый лоб Что дело плохо Стал кидать в волков еловые шишки Да приговаривать Раз волк, два волк, три волк Всего-то по волку на брата Я кот давеча Двух волков съел С косточками Так ещё сытёхонек А ты, больший брат За медведями ходил Да не изловил Бери себе и мою долю Только сказал он эти речи Козёл сорвался и упал Прямо рогами на волка А кот, знай, своё кричит Держи их, лови их Тут на волков напал Такой страх Пустились бежать без оглядки Так и убежали А кот серый лоб Козёл да баран Пошли своей дорогой Пустились бежать без оглядки Скажи, ты читать умеешь? Умеешь Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь Будем читать сказку вместе Ты и я Поехали! Крылатый, мохнатый Да масляный На лесной опушке В тёплой избушке Жили-были три братца Воробей крылатый Мышонок мохнатый Да блин масляный Воробей с поля прилетел Мышонок от кота удрал Блин со сковороды убежал Жили они, поживали Друг друга не обижали Каждый свою работу делал Другому помогал Воробей еду приносил С полей зёрен Из лесов грибов С огородов бобов Мышонок дрова рубил А блин щи да кашу варил Хорошо жили Бывало воробей с охоты воротится Ключевой водой умоется Сядет на лавку отдыхать А мышь дрова таскает На стол накрывает Ложки крашеные считает А блин у печи Румян да пышен Щи варит Крупной солью солит Кашу пробует Сядут за стол Не нахвалятся Воробей говорит Эх, щи так щи Да чего хороши да жирны А блин ему А я блин масляный Окунусь в горшок да вылезу Вот щи и жирные А воробей кашу ест Похваливает Ай каша Ну и каша Рассыпчато Горяча А мышь ему А я дров навезу Мелко нагрызу В печь набросаю Хвостиком разметаю Хорошо в печке огонь горит Вот каша и горяча Да и я Говорит воробей Не промах Соберу грибов Натащу бобов Вот вы и сыты Так они и жили Друг друга хвалили Да и себя не обижали Только раз Призадумался воробей Я думает Целый день по лесу летаю Ножки бью Крылышки треплю А они как работают? С утра блин на печи лежит Нежится А только к вечеру За обед берется А мышь с утра Дрова везет Да грызет А потом на печь заберется На бок перевернется Да и спит до обеда А я С утра до ночи На охоте На тяжелой работе Не бывать больше этому Рассердился воробей Ножками затопал Крыльями захлопал И давай кричать Завтра же работу поменяем Ну ладно Хорошо Блин да мышонок Видят, что делать нечего На том и порешили На другой день Блин пошел на охоту Воробей дрова рубить А мышонок обед варить Вот блин покатился в лес Катится по дорожке И поет Прыг-скок Прыг-скок Я масляный бок На сметанке Мешан На маслице Жарен Прыг-скок Прыг-скок Я масляный бок Прыг-скок Бежал-бежал А навстречу ему Лиса Патрикеевна Ты куда, блинок, бежишь, спешишь? На охоту А какую ты, блинок, песенку поешь? Блин, заскакал на месте Да и запел Прыг-скок Прыг-скок Я масляный бок На сметане Мешан На маслице Жарен Прыг-скок Прыг-скок Я масляный бок Хорошо поешь Говорит Лиса Патрикеевна А сама ближе подбирается Так говоришь На сметане Мешан А блин ей На сметане Да с сахаром А Лиса ему Прыг-скок Говоришь Да как прыгнет Да как фыркнет Да как ухватит за масляный бок Ам А блин кричит Пусти меня, Лиса В дремучие Лиса За грибами, за бобами На охоту А Лиса ему Нет Я съем тебя Проглочу тебя Со сметаной С маслом Да с сахаром Блин Бился Бился Еле от Лисы Вырвался Бок в зубах Лисьих Оставил Домой прибежал А дома-то Что делается Стала мышка Щи варить Чего не положит Чего не прибавит А щи Все нехороши Не жирны Не масляны Как думает Блин Щи варил А-а-а Да он в горшок Нырнет Да выплывет И стал Щи жирные Взяла мышка Да и кинулась В горшок Обварилась Аж парилась Еле выскочила Шубка Повылезла Хвостик Дрожмя Дрожит Села на лавку Да слезы Льет А воробей Дрова возил Навозил Натаскал Да давай клевать На мелкие щепки Ломать Клевал Клевал Клюв На сторону Своротил Сел на завалинку И слезы льет Прибежал Блин К дому Видит Сидит Воробей На завалинке Клюв На сторону Слезами Воробей Заливается Прибежал Блин В избу Сидит Мышь На лавке Шубка У нее Повылезла Хвостик Дрожмя Дрожит Как увидели Что у блина Полбока Съедено Еще Пуще Заплакали Вот Блин И говорит Так Всегда Бывает Когда Один На другого Кивает Своё дело Делать Не хочет Тут Воробей Со стыда Под лавку Забился Ну Делать Нечего Поплакали Поплакали Погоревали Да и стали Снова Жить Поживать По-старому Воробей Еду Приносить Мыш Дрова Рубить А блин Щи До кашу Варить Так Так Они Живут Пряньки Жуют Метком Запивают Нас Вспоминают Метком Метком скажи ты читать умеешь умеешь тогда покажи как хорошо ты это делаешь будем читать сказку вместе ты и я поехали курочка ряба жили-были дед да баба и была у них курочка ряба снесла курочка яичко непростое золотое дед бил-бил не разбил баба била-била не разбила мышка бежала хвостиком задела яичко упала и разбилась дед плачет баба плачет а курочка кудахчет не плачь дед не плачь баба снесу вам яичко не золотое простое на этом сказке конец скажи ты читать умеешь умеешь тогда покажи как хорошо ты это делаешь будем читать сказку вместе ты и я поехали лиса и козел бежала лиса на ворон зазевалась и попала в колодец воды в колодце было немного утонуть нельзя да и выскочить тоже сидеть лиса горюет идет козел умная голова идет бородище трясет рожищами мотает заглянул от нечего делать в колодец увидел там лису и спрашивает что ты там лисонька поделываешь отдыхаю голубчик отвечает лиса там наверху жарко так я сюда забралась уж как здесь прохладно да хорошо водицы холодненькой сколько хочешь а козлу давно пить хочется хороша ли вода то спрашивает козел отличная отвечает лиса чистая холодная прыгай сюда коли хочешь здесь обоим нам место будет прыгнул сдуру козел чуть лисы не задавил а она ему эх бородатый дурень и прыгнуть то не умел все обрызгал вскочила лиса козлу на спину со спины на рога да и вон из колодца чуть было не пропал козел с голоду в колодце на силу то его отыскали и за рога вытащили и и Субтитры сделал DimaTorzok